Привет, это программа «Реальный Донбасс». Я Андрей Дегтяренко. Говорим о самом важном и показываем реальную жизнь по обе стороны линии разграничения. Поехали! Перестановки в кабинете министров. Ирина Верещук вместо Алексея Резникова. Чего ждут от новой главы Минреинтеграции? Оккупированный Луганск на грани экологической катастрофы. В городе не вывозится мусор, а частные фирмы выбрасывают отходы на окраины. Как сгенерировать ковид-сертификат в приложении ДИЯ? Рассказываем о новшествах от Минцифры. В начале ноября во властных кабинетах Украины произошла перестановка. Министр реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников стал министром обороны. А на его место пришла Ирина Верещук, бывшая народная депутатка от «Слуги народа». Как же теперь будет с процессом реинтеграции? И как на эту перестановку отреагировали по ту сторону линии фронта на Донбассе? Об отставке Алексей Резников сообщил 1 ноября. Среди достижений своей команды Резников назвал создание условий для интеграции ВПЛ, укрепление контактов с теми, кто остался на оккупированных территориях и защиту населения, пострадавшего от агрессии РФ. Большие надежды! Так прокомментировал Алексей Резников назначение Ирины Верещук. До прихода в политику Ирина Верещук проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины. После стала главой Раворусской Львовской области, где осенью 2013 года официально обратилась в Европарламент с просьбой заключить соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и городом. В 2020 году, уже будучи в парламенте, на местных выборах баллотировалась на пост мэра Киева от партии «Слуга народа». Назначение Верещук на пост вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий поддержали 260 нардепов. За 260 решение принято. Витаю, Ирина Андреевна. Бажаемо натхнения вам. Она подчеркнула, что мир возможен только после освобождения Крыма и Донбасса. Общественники, которые занимаются проблемами переселенцев, отмечают, что команда Алексея Резникова была максимально открытой. Этого же ждут и от новой главы Минреинтеграции. Среди главных задач они называют программы «Жилья для ВПЛ», признание квалификации тех, кто учился на оккупированной территории и пенсии. «Сейчас реализовывается жилищная программа для переселенцев. То есть она в начале реализации. Я надеюсь, что интерес к этому не потеряется. Обустройство КПВБ также, я надеюсь, что будет продолжаться работа. Мы очень ждем, что, может быть, как-то новое министерство будет больше лоббировать, больше заниматься законопроектом о пенсиях для жителей оккупированных территорий». В российских СМИ новые назначения уже назвали кадровым голодом и хаотичностью в управлении со стороны президента. Пропагандистка Ольга Скобеева, говоря о новых назначениях в Кабмине, охарактеризовал Алексея Резникова как «галецкий нацист». «Отвечая за реинтеграцию Донбасса, а он отвечал, нацист, галецкий нацист Резников, открыто называл регион раковой опухолью». «В украинских властных структурах усиливают свои позиции радикалы. Руководство готовит очередную провокацию на Донбассе. К такому выводу в России пришли после перестановок в Кабмине». А теперь поговорим об актуальной теме, которую нас просили осветить наши зрители из Луганска. Город все лето просто тонул в мусоре, а осенью ситуация, как выяснилось, изменилась не сильно. Мы решили пройтись с камерой по улицам города, по его окраинах, чтобы посмотреть и показать вам, как выглядит ситуация на самом деле. За семь лет войны экологическая обстановка на оккупированных территориях приближается к катастрофической. Загрязнение почвы и отравление воды – реальность, в которой приходится жить тем, кто остался за линией разграничения. В Луганске одной из злободневных проблем стал вывоз мусора. Отходы выбрасываются на окраины города, а исправлять или урегулировать ситуацию никто не спешит. Мусор на квартале Шевченко. Уже вторую неделю наслаждаемся ароматами гнили. Звонили в администрацию города. Говорят спокойным голосом. «Не волнуйтесь, это не только у вас, это по всему городу», – пишут пользователи Facebook в группе «Город Луганск». Около трех месяцев не вывозится мусор. Стоит жуткая вонь возле жилых домов по адресу «Стандартный городок, дом 61». Коммунальным службам все равно, говорят в соцсетях. Активно поднимать тему вывоза мусора стали летом. Именно тогда контейнеры были переполнены по несколько недель. По словам луганчан, город утопал в отходах. Учитывая жару, даже дышать было сложно. Несмотря на это, тарифы на вывоз мусора с июля повысились на 50%, что еще больше возмутило жителей. Луганчане рассказывают, что осенью ситуация улучшилась. Теперь отходы с улиц убирают, но вывозят их на окраины города и в посадки, ведь так не нужно платить за утилизацию. На фоне мусорного кризиса в Луганске появились фирмы, которые за деньги забирают отходы у населения и вывозят их за город. По словам луганчан, выливают нечистоты в посадки и строительный гипермаркет «Стройцентр», ранее эпицентр, который после захвата власти перешел в госсобственность. Окупационная администрация объясняет мусорный коллапс довольно просто, а именно поломкой техники Луганского центра утилизации отходов. Спасти город смогли бы несколько новых бульдозеров, но покупать их не спешат. По словам директора центра Владислава Чепеленко, машины, рассчитанные на 5 лет эксплуатации, работают около 20. Окупационные ресурсы о ситуации упоминают лишь вскользь, а хаотичном вывозе отходов умалчивают. Например, летом на сайте общественного движения «Мир Луганщине» рассказали, что жители жаловались в большинстве именно на невывоз мусора. Здесь уточняют, что проблему решили за несколько дней. На самом деле, реальность далека от той, которую рисует самопровозглашенная власть, и утилизацию отходов в ЛНР пока не наладили. Мусор, по словам луганчан, уже отравляют местные водоемы, поэтому локальная проблема довольно скоро превратится в экологическую катастрофу, которая может затронуть и подконтрольную Украине территории Луганской и Донецкой областей. А теперь эксклюзивный материал реального Донбасса из Горловки. Красный Крест – одна из немногих международных организаций, которые все еще работают на оккупированной территории, помогли восстановить разрушенную больницу, которая из-за войны не работала более пяти лет. Теперь местным жителям будет легче преодолеть и пережить пандемию. В оккупированной Горловке после реконструкции открыли детскую поликлинику. В 2015 году здание попало под артобстрел и с тех пор не работало. Летом 2020 года Международный комитет Красного Креста решил профинансировать восстановление больницы. Ровно год назад у меня была возможность приехать сюда, и в тот период уже велись ремонтные работы по восстановлению учреждения. Сегодня я стала свидетелем того, что открывается это медицинское учреждение. По прошествии семи лет конфликта, медицинские учреждения продолжают нуждаться в поддержке, чтобы бороться с пандемией, которая захватила нас на сегодняшний день, а также решать другие проблемы, связанные с повседневными болезнями. Хронические болезни, сахарный диабет, а также травмы, полученные в результате боевых действий. Поехали! В здании отремонтировали крышу, заменили окна. Теперь амбулатория сможет обслуживать не только 9 тысяч детей, но и 23 тысячи взрослых. Здесь будет дневной стационар, манипуляционные и физиотерапевтические кабинеты. Больница в оккупированной Горловке – лишь один из инфраструктурных объектов, на которые комитет Красного Креста выделяет финансирование в рамках гуманитарной помощи. Четвертая амбулаторная больница в городе Корловка призначена для 9500 детей. Тут будет консультация, все профили для детей от до 14 лет. А также есть крыло, которое призначено для консультации врослых больных. Отремонтированная поликлиника уже принимает пациентов. Украина продолжает ставить рекорды по заболеваемости ковид. И Донбасс тут не исключение. Многие люди, которые живут на неподконтрольной территории, но успели вакцинироваться, спрашивают нас, а как правильно и без проблем сгенерировать сертификаты в ДИИ. Вот об этом сейчас мы поговорим в нашей рубрике «Полезных советов». Донецкая и Луганская области в красной зоне. Это означает, что сертификаты о вакцинации в приложении ДИИ становятся актуальными для каждого. Необходимы они и жителям оккупированных территорий, которые периодически выезжают на подконтрольные территории и уже привились от ковида. Еще в конце октября сертификаты начали проверять на блокпостах у водителей, пассажиров межобластных или межгосударственных маршрутов. Ранее сгенерировать сертификат в приложении было довольно сложно, но Министерство цифровой трансформации значительно упростило процедуру. Сейчас мы расскажем о нововведениях. Первое. Чтобы сгенерировать сертификат в приложении, больше не нужна подпись. Авторизуйтесь у застосунок. Наприклад, через свой банк. У послугах выберите ковид-сертификаты. Отримайте ковид-сертификат. Поставьте галочку, чтобы надать сгоду на передачу дии медичных данных про вас. Ось и все. Через несколько секунд ваши ковид-сертификаты появляются в застосунку. Второе. Международные сертификаты в приложении теперь можно получить без ID-карты или биометрического загранпаспорта. Раньше это было возможно только на сайте. Авторизироваться нужно через банк ID. Это способ верификации через украинские банки. Третье. В Украине начали активно вакцинировать детей от 12 лет, поэтому в ДИИ появились и детские ковид-сертификаты. Авторизуйтесь в ДИИ. Додайте в застосунок свідоцтво про народження дитини. Потрібно ввести серію та номер свідоцтва про народження. У меню послуги виборіть ковид-сертификати та зробіть запит. Готово. Сертификати дитини з'являться в застосунку разом із вашими. Крім того, діти з 14 років можуть самостійно згенерувати ковид-сертификат, авторизувавшись в застосунку ДИИ за допомогу ID-карты чи біометричного закордонного паспорта. В Минцифры обещают, что очень скоро в ДИИ появится возможность добавить и сертификаты о выздоровлении. Вот таким был наш выпуск. Есть что сказать? Пишите в комментариях и предлагайте нам новые темы. На этом все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»